Где на официальном флаге можно встретить белый цветок лотоса? Где для желанного гостя приготовят десятки блюд, которые больше не встретишь в других регионах нашей страны? Архитектурное излишество в Калмыкии. Это один из самых интересных регионов. Сюда едут ради самобытной кухни, национальной культуры и, конечно, великолепной природы. Элиста сравнительно молодой город. Она была основана только в второй половине 19 века. Из сравнительно больших зданий здесь есть большой пласт того, что строила советская власть в 20-30 годы. Например, здание Калмыцкого государственного университета нынешнего. В их строительстве и проектировке участвовал московский архитектор Голосов. Дальше из-за сложных перипетий в истории массовое строительство начинается только в 50-60-е годы, когда город застраивается хрущевками, когда город застраивается домами панельных серий. Но на них есть, допустим, такие значимые знаки, как ташкентские решетки, достаточно стильные для того времени. И уже в 90-е, 2000-е годы храмовое строительство, в основном буддийское, придает листе совершенно новый вид. Перед нами одно из самых древних зданий города. Оно построено в 1907 году. Это так называемая Красная школа. Здесь учились мальчики-калмыки. Учились всего лишь 4 года и дальше отправлялись для продолжения образования в Астрахань. Кроме того, в городе есть еще церковные постройки 1879 года. Это как раз те дореволюционные постройки, которые можно посмотреть в листе. Степь сама по себе особенно поэтична. На творение человеческих рук только добавляют ей прелести. В Калмыкии очень распространен жанр монументальной мозаики. Ей очень любят украшать и остановочные павильоны, и въездные стелы в город. А на здании автовокзала в Элисте находится огромное, замечательное, живописное панно. Элиста очень многогранный город, потому что каждый исторический период давал ей что-то новое. И на центральной площади, которая носит имя Ленина, находится пагода семи дней, возведенная в 2005 году. Конечно, самая привлекающая часть, и регулярно раздаются звуки колокольчика, это барабан. Он весит около двух тонн, и внутри находятся 75 миллионов мантр Ом Мани Падна Хум. Конечно, самый главный элемент пейзажа, который везде будет сопровождать путешественника, это обширные калмыцкие степи. Они раскинулись на сотни километров, кое-где переходят в Солончаки и полупустыню. Иногда можно проехать десяток другой километров и действительно не встретить ни одного деревца. Но это совершенно не кажется однообразным. Воздух в Калмыкии напоен свободой и полынью. Ветер приносит запах лечебных трав, а небо завораживает, и кажется, что звезды становятся ближе. Степь всегда чаровывала людей с северных регионов, и Пушкин, и Мечников, и многие другие, когда приезжали сюда, оставляли обширные записки. Климат здесь, в междуречии Волги и Дона, сугубо резко континентальный, что сказывается на большом перепаде температур. Животный мир самый разнообразный. От гордых реликтовых сайгаков до верблюдов и уходящих до горизонта овечьих отар. К сожалению, сейчас идет обеднение степи, как экосистемы. А здесь всего лишь 20 сантиметров плодородного слоя почвы. Дальше идет песок и мертвая земля. На самом деле, это проблема всего современного степного пояса Евразии, который протянулся на 9000 километров. Но животноводство все равно остается основой сельского хозяйства. Из баранины здесь приготовят, кажется, любое блюдо, производство полностью безотходное, все идет в дело. Не только степи воспеваются местными поэтами. В Калмыкии огромное количество красивейших озер. Например, сюда специально приезжают из всех регионов нашей страны посмотреть на цветение лотоса. А еще есть знаменитое розовое соленое озеро, которое известно своими целебными грязями. Здесь обитает очень редкий рачок, икринки которого и придают озеру такой своеобразный розоватый цвет. Кстати, есть легенда местная о том, что воины, айраты, приходили к лечебным грязям, и их раны очень быстро заживали. Узкие степные дороги вьются и петляют, как змеи. Но знающего путника здесь можно, например, удивить источниками, которые богаты сероводородом. И поэтому кажется, что вода горит, огонь переливается разноцветными огнями. Можно потрогать его рукой, как в волшебной сказке. И с особым упоением и восторгом об этом рассказывают даже старики, которые выросли здесь мальчишками в степи, прожили всю жизнь и уже много десятилетий смотрят на эти сказочные огоньки. Во многих районах Калмыкии можно встретить и настоящие песчаные барханы. Местные жители расскажут, как поют пески, но когда ветер приносит этот самый песок на участке, это является большой проблемой. Поэтому приходится высаживать настоящую живую изгородь из верблюжьей колючки. А пустынивание очень большая проблема, с этим нужно бороться, постоянно высаживать злаки, постоянно высаживать растения, чтобы корни скрепляли землю и не позволяли песку продвигаться дальше. В Калмыцкой степи обычно на многие километры не встретишь ни одного дерева. И здесь сразу появляется мощный тополь исполин. Его высота 37 метров, а обхват аж 5 метров. Как появилось это дерево здесь? Есть только легенды. Они гласят, что в начале 20 века буддийский монах принес сюда семена в надрезе посоха и посадил на самом высоком месте, откуда открывается вид, на добрый десяток километров. Этот тополь всегда был местом стихийного почитания. Здесь всегда собирались люди, но несколько лет назад территорию облагородили. Здесь поставили 8 ступ в 2013 году. И здесь стало гораздо больше паломников и просто людей, которые хотят взглянуть на это чудо природы. Это примерно 20 километров от Элисты. Очищаются мысли, приходит гармония. Люди остаются наедине с собой и с природой. И действительно, ненароком залюбуешься таким огромным великаном, который просто вырастает среди степей. Калмыкия, как и многие другие народы, в годы сталинских репрессий были депортированы, практически полностью выселены из родных мест в Казахстан, в Сибирь, на Урал. Само упоминание имени этого старались стереть. И поэтому город Элиста с 1943 по 1957 год назывался город Степной, где ничего не указывает на национальную принадлежность. Очень многие в эти годы погибли от тяжелейших условий. Выселение началось в самые морозные дни 28 декабря 1943 года. Это день трагедии. Но даже за долгих 13 лет депортации, разлуки с родиной, полного расчеловечивания не происходило. Поэтому здесь очень популярны стихи. «Я знал, что мой народ в лесах Сибири, нашел друзей и вновь душой окреп средь лучших русских, средь щедрейших в мире, деливших с нами и судьбу и хлеб». Калмыки вернулись в родные места только при Никите Хрущеве. Поэтому его здесь уважают и даже назвали в честь Никиты Сергеевича улицу, одну из немногих в нашей стране. С 1957 года «Сталая листа», опять «Сталая листой». Калмыки помнят о сталинских репрессиях в отношении своего народа. И поэтому здесь возведен огромный комплекс, насыпан курган, который называется «Исход и возвращение». Здесь расположена работа Эрнста Неизвестного, очень сложная, очень аллегоричная, как и каждая работа этого скульптора. Рядом находится вагон, в которых и проходила эта бесчеловечная депортация 1943-1944 года. Главное – помнить и называть вещи своими именами. Отнюдь не только листа богата памятниками, но и по всей Калмыкии сейчас стараются развивать туризм самого разного толка, от этнографического до экологического. Например, в поселке Адык Черноземельского района местный предприниматель выиграл достаточно небольшой грант – 500 тысяч рублей, но так как к нему подключились активно другие жители, стали помогать. Сейчас там можно и попробовать национальную кухню, и прокатиться на верблюдах, и познакомиться с калмыцкой архитектурой, и посмотреть природные достопримечательности. Мне кажется, что именно за таким видом туризма, будущее, когда можно уехать куда-то очень далеко и просто на несколько дней отключиться от суеты большого города. И особенно здорово, что в республике есть огромное количество людей, которые переживают за будущее своей культуры, развивают ее и стараются познакомить с ней как можно большее количество жителей России и всего мира, и не собираются никуда уезжать. У калмыков, как и у многих других народов, есть национальный эпос. Он называется «Джангар». Героем этого произведения в Элисте и других городах и населенных пунктах республики установлены памятники. Джангар раньше передавали из устно, из поколения в поколение. И только в 19-20 столетии он был записан этнографами, исследователями, переведен на многие языки. Но до сих пор тех, кто исполняет джангар, их называют джангарчи, безумно уважают в республике и считают хранителями национального достояния калмыцкой культуры. Кстати, калмыцкий язык давно вышел на международную арену. Помните, в шестом эпизоде «Звездных войн» появляется лесной народ эвоков? Язык эвоков и их диалоги созданы на основе калмыцкого, потому что звукорежиссер был настолько очарован записями старых калмыцких сказок, что вот так вот творчески их переработал. Калмыки в основном исповедуют буддизм. Эту религию они принесли в Россию в 17 веке, когда перекочевали на территорию обширных степей между Волгой и Доном. Хотя Тибет находится в тысячах километров, за многие сотни лет духовные связи не только не прерывались, но укреплялись и сейчас переживают настоящий расцвет. За последние 25 лет в республике было построено очень много новых буддийских храмов, которые в Калмыкии называют хурулами. И эта новая архитектура в сочетании с бескрайней степью выглядит весьма эффектно. Первый большой хурул-листы был построен на волне возрождения национальной культуры, когда об этом много говорили на рубеже 80-х, 90-х годов. И даже, кстати, конституцию Калмыкии в 1994 году назвали степным уложением. И вот первый большой буддийский храм построили на окраине Листы, в нескольких километрах от центра. Местные жители называют это все старым хурулом. Землю под старый хурул в 1992 году осветил Далай-Лама, который, кстати, трижды бывал в Калмыкии. А сам комплекс открыли 4 года спустя, в 1996 году. Сейчас здесь живут и учатся монахи. Главный хурул современной Калмыкии был открыт в 2005 году по благословению самого Далай-Ламы. Интересно, что раньше это была территория завода железобетонных изделий. И храм расположен на очень эффектном холме. Золотая обитель Будды Шакьемуни имеет высоту 63 метра. Вокруг находятся больше сотни белоснежных красивых ступ, а еще вокруг находятся 17 пагод со статуями буддийских учителей. Внутри находится статуя Будды, которая имеет высоту почти 10 метров. Всех входящих в хурул встречает статуя белого старца. Калмыки его особенно почитают. И рядом находится маленький-маленький цайгак, реликтовое животное калмыцкой степи. Калмыкию обязательно стоит посетить. С одной стороны к республике подступает сноровистый дон, с другой стороны многоводная Волга и Каспийское море. А тысячелетняя земля вечной степи продолжает слушать напевы ветра и ждать гостей. Как писал известный калмыцкий поэт Давид Кугультинов, где все преграды бытия? Неразличимы быль и небыль. На свете только степь и небо. На свете птицы степь и я. Субтитры создавал DimaTorzok